Бизнес-сообщество отметило День российского предпринимательства. Ежегодно в этот профессиональный праздник им уделяют особое внимание, благодаря за труд и вклад в развитие экономики Карачаева-Черкесии. Этот год не стал исключением. За заслуги в сфере бизнеса было отмечено более 100 предпринимателей. Подробности у Альбины Ламковой. Наша республика имеет мощный потенциал в развитии туристического бизнеса. Инвестиции в данную отрасль экономики на перспективу беспроигрышны. Природные климатические условия – один из важнейших факторов, на которые обращают внимание инвесторы. Ну и, конечно, чистый воздух и живописные места. Причем климат Карачаева-Черкесии идеально подходит для развития всесезонного оздоровительного туризма, отметила основатель парка отеля «Сан-Вилуч» в Архызе Елена Гришина, сказав, что поддержка и развитие внутреннего туризма государством существенно. Взаимодействие частного государственного партнерства, оно очень важно. Я не участвую в программе субсидирования, не потому что я не хотела, я просто не успела. Мы совсем наши объекты построили недавно. Если мы вспомним, Архыз всегда ассоциируется с палатками. Сейчас есть очень много мест, где тоже можно поставить палатки, но в то же время сейчас развивается очень много именно туристических объектов, где строятся отели. В то же время мы же приглашаем туристов, то есть они должны все-таки проживать в определенных комфортных условиях, тем более, если все эти условия созданы. Бизнес и государство тесно взаимосвязаны. Нужно дружить и взаимодействовать. В этом уверены предприниматели республики. Один из ярких представителей бизнеса – старейшина Корчаева Черкесии Абубакир Тамбиев. У нас в республике не мешают заниматься предпринимательством. Есть очень много механизмов, которые дают очень серьезные результаты. Центр молодежного инновационного творчества собрал бизнесменов из разных сфер деятельности. Торговля, общепит, информационную технологию, туризм, производство продуктов питания, легкая промышленность. В программу праздника, помимо торжественной части, включили площадку для общения и обмена опытом предпринимателей региона. Более ста человек в День российского предпринимательства отметили грамотами и благодарственными письмами. Призываю предпринимателей, особенно начинающих, активно вступать в торгово-промышленную палату и взаимодействовать, вести диалог с государством, с правительством, потому что там можно получить и помощь существенную, и опыт, и знания. И все это, на самом деле, можно получить бесплатно. В своем выступлении министр экономического развития Артур Езаов отметил вклад предпринимателей в преодоление сложных кризисных явлений государства. Это и пандемия прошлых лет, и введенные санкции в 2022 году. В итоге бизнес-сообщество и государство сплотилось. Диалог ведется на принципах партнерства и взаимной выгоды. Ваш труд, упорство, предприимчивость играют огромную роль в экономическом развитии нашей страны. Отметить вот в этом зале вижу большое количество предпринимателей, которые оказывают помощь и поддержку нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Спасибо вам большое. Каждый из предпринимателей – это человек, который открывает новые возможности, новые рабочие места, развивая нашу экономику и общество. Я сердечно поздравляю всех наших предпринимателей и желаю им новых свершений. В этот день представители власти не только поздравили предпринимателей с профессиональным праздником и вручали им грамоты, благодарственные письма, но и были представлены музыкальные номера. Они стали настоящей изюминкой торжества. Альбин Ламков, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия.